Всем привет, ребята! Как у вас дела? У нас всё отлично! Вот сегодня собралась снимать обзор, потому что насобиралось много вещей, много заказов с Алиэкспресс, и нужно отснять их для канала Саквояж, поэтому я сегодня кое-как собралась. Диана мне немножко позволила даже подкраситься. Так что я сейчас жду своего оператора и будем снимать. Также должен прийти Серёжа с работы, у него будет перерыв, поэтому он посидит с Дианочкой. Хотя я очень надеюсь, что она сейчас уснёт в кроватке. Она это делает редко, но бывает такое, знаете, слушает музыку и сама засыпает. Это, конечно, большая удача, если она сегодня тоже уснёт. Она как раз сейчас уже гуняет, уже хочет спадки. Но без мамочки, конечно, это тяжело. Она у нас больше приучена ко мне. Ну, не знаю, как-то не так нормально. Когда ребёнок нуждается в маме, мама тут как тут. Если у меня есть такая возможность, я буду с ней. Если у меня не будет такой возможности, будет спать одна. Так что пока так. Сейчас уже нужно начинать какие-то видео снимать или как-то более быть продуктивной, что ли. Диане уже три с половиной месяца, а я ещё как овощ. Ни туда, ни сюда, ничего не делаю. Всё время с ней, с ней, с ней. А хочется уже какими-то делами заниматься, более серьёзными. Конечно, что может быть серьёзнее ребёнка, но вы меня понимаете, я надеюсь. Только отключила камеру, и вот только что было чёткое «Мама!» Вот серьёзно я вам говорю. У Дианы часто такое проскакивает, когда она лежит в кроватке, слышит музыку, и она начинает такая «А-а-а-а-а-а-а», вот так, знаете, как когтёночек, мрлыкать, и потом так «Мама!» Ну, это... Я, конечно, понимаю, что это не мама, но... Ну что, она не понимает, что она меня зовёт? Опять! Ну, особенно через видеоняню, это вообще чётко слышно, серьёзно говорю. Ещё когда я была два месяца, ещё когда Ира приезжала, я помню, были первые разы, когда она вот так, когда плакала, она говорила так «Мама!» Ну, я понимаю, что это просто такие звуки, что деткам легко выговаривать, но мне приятно считать, что мой ребёнок уже меня зовёт «Мама!» В общем, у меня подключено видео няня, я её слушаю, смотрю за ней, потому что я сейчас зайду к ней в комнату, она меня увидит, и сразу начнётся, сразу «Мама, на ручки, давай кушать, давай спать вместе!» Не-не-не, мама будет снимать видео. Она не голодная, так что должна сама уснуть, я надеюсь. Вообще, у нас есть любимый плейлист классической музыки для детей, я прям так на ютубе пишу «Классическая музыка для детей», вы тоже можете легко найти, и у нас там есть любимый плейлист, где идёт такая более активная музыка, а потом уже такие более медленные композиции, под которые она засыпает. Сегодня, правда, я поставила чисто Моцарта, не знаю, получится или не получится, но я буду на это надеяться. Ещё у меня есть много идей для новых видео, но воплотить их пока не получается, потому что действительно сейчас с Дианой провожу очень много времени, чтобы что-то такое серьёзное снять. Тогда же тоже видео про мою беременность, про мои роды. Я не могу снять, потому что нужно сесть, поговорить, по душам расслабиться, нужно Диану и Серёже отдать, либо как-то так. Но чтобы я собралась с мыслями и это всё вам рассказала, надеюсь, в скором времени я это сделаю. Смотрите, почти-почти ребёнок спит. Кстати, там у неё не 27 градусов, там просто у неё обогреватель стоит, прям дует на камеру, поэтому кажется, что так много. Ай, не спит. Блин, это она уснула и поняла, что меня нет. Сейчас уснёт опять. О, моя девочка. Всё, засыпает. Засыпает. Нет, понимает, что мамы нет. Хочет спадки. Я пробралась к ней в комнату, выключила обогреватель, он вот здесь стоит. На корточках пробралась, чтобы она меня не видела. Она сейчас уснёт. Как видите, температура сразу упала, уже он пишет 25-7. А сейчас упадёт до 20, наверное. Ну вот, удача, ребёнок уснул. Дианочка проспала полчаса, но только я отсняла первый свитер и она проснулась, да? Сонечка, смотрите, какая она сонная. Малышка, да? Пусяк. Ты будешь сниматься с мамой, да? Да. Да, будет сниматься. Будет сниматься эта попочка маленькая, да? Давненько Сонечки не было в кадре, да, Соня? Привет, скажи зрителям привет, Соня. Хотела вам показать, какой нам чехол пришёл для коляски. Вот такой вот с мишкой. Тёпленький. Это, короче, на этот год. На следующий год его не хватит. И что меня порадовало, это вот такие бирочки. Смотрите. Вот это Эйкотекс Стандарт 100. Вот здесь вещи с такой биркой продаются. В Европе. Дотя зовёт. То есть это означает, что хорошее качество. В общем-то, такие бирочки. А вообще, по-моему, про Натали я видела вот такой именно чехольчик тёплый для коляски. Его можно как на прогулочную, так и на вот эту обычную коляску. Пришла очередная посылка с Амазона. Это что у нас? Это, я думаю, вот эти салфетки для подмывания ребёнка. Гассос называется. Да, это эти салфетки, которые я заказываю. В этот раз взяли 7,5 на 7,5. Ну, хватает. В общем, это такие, если вы не смотрели ранее, это такие тряпочки специальные, чтобы ребёночку протирать глазки, личико, попку. Ну, в общем, они сухие, просто их нужно с водичкой, водичкой мочить и всё. И прикольно, что они в бумажной упаковке, то есть меньше пластика. Вот знаете, если взять вот обычные салфетки, да, мы вот сейчас Хагис берём. Много отходов, то есть с каждой пачки вот этот полиэтиленовый пакет. В общем, мы практически ими не пользуемся, только когда выходим из дому вот этими влажными. А дома всегда вот этими салфетками. Так прилучилось вообще, удобно. Сейчас даже мне не нравится, когда я такими пользуюсь обычными салфетками. Они мне кажутся менее мокрыми, какими-то неудобными, нежели вот такие. Вот, смотрите, сколько нам подарочков надарили. И это, скорее всего, не всё, потому что, ну, надарено было много. Вот этих пакетов это то, что я купила на скидках, сейчас вам покажу. В общем, давайте по порядку. Вот такую книжку нам Ирочка привезла с Украины. «Сказки для малышей». Здесь 8 сказок. Смотрите, какая крутая книжка. Какая она красивая. Столько здесь картинок. Ну, вообще, просто замечательная книжка. Мне очень понравилось. Также вот такие нам книжечки подарили. Аж 3 штуки. В общем, у нас уже 4 книжки, чтобы вы понимали. Первую вот такую нам подарили вот с 3 месяцев. Но мы ещё до сих пор её не открыли, потому что всё никак не могу её постирать. Думаю, когда я буду стирать новые вещи, тогда я книжку заброшу. Также, в общем, вот такая книжка. Так, смотрите, это Чико. Вот это штука резиновая, это что ребёнок мог грызть. Она вот так шелестит. Здесь такие тканевые штучки. Шелестяшки. Ну, такая прикольная, в принципе. Вот. Ну, короче, последняя страница. И есть ещё вот такое кольцо, чтобы прицепить, допустим, на коляску. Очень классная штука. Дальше нам подарили вот такую книжку, тоже она из ткани, но большая. Вот так она выглядит. Здесь получается и словарик, и разные действия, и кто какие звуки издаёт, цифры, цвета. В общем, она такая тканевая, видите, толстенькая. Ну, короче, на испанском, конечно, книжечка. Вот здесь такие шелестялки. Вот написано вот. Бо, это сава на испанском. Короче, унсоро, это лисёнок, лис. Короче, ну, в общем, такая вот книжечка интересная. Вон, зайчик, кролик. Вот здесь такая штучка интересная. Кстати, вот эти прекрасные звуки издаёт Дианочка. Она здесь у меня на коврике лежит. Да, бабузян? Агу. Видите, она нажимает ножками на пианино. Давай, покажи, как ты умеешь. Ну, в общем, все звуки, что вы слышали, это всё она сама нажимает. Ещё хватает за вот эти погремушки. Вот, это у нас Алиэкспресс коврик. Вот этот месяц здесь светится. А там Соня лежит. Соня, Соня, привет! Соня, Соня, привет! Привет, Соня, привет! Соня у нас мерзлявая, поэтому она под пледом. Давайте, занимайся, занимайся, мы тебе не мешаем. Вернёмся к книжке. Ну, в общем, вот такая классная книжка. Здесь вот пищалочка. Вот такие, какие зверюшки, какие звуки издают. Вот тут уточка такая интересная. Вы знаете, мне самой интересны такие книжки. Вот такие штучки. Я очень хотела такие книжечки. Мы даже с Серёжей в одном магазине смотрели. Я не нашла ничего подобного. Если будете в Испании вдруг, или вы живёте в Испании, такие книжки продаются в книжном магазине. Вот не в магазине игрушек, а именно в книжном магазине. Дальше. Вот такую книжку нам подарили. Сейчас открою. Это книжка для купания. То есть она такая водонепроницаемая. Здесь вот что-то пишет. Ну, в общем, какие-то истории. Такие морская история, в общем. Такая она, как резиновая, что ли. Ну, прикольная. Тоже будем скоро использовать. А ну, с какого это возраста? Пишет что-то? Люди не пишут. Но вот эта большая, по-моему, с года. Где-то я читала, что с года писали. Ну, все классные книжки. Вообще обожаю такое. Эту большую, наверное, не буду стирать. Во-первых, пока рано. Во-вторых, она как-то запечатанная продавалась. Будем её использовать где-то чуть попозже. Ну, сейчас можно просто картинки Диане показывать. А эту хочу постирать, потому что её можно брать в рот. И сейчас она тянет всё в рот. Так что, то обязательно. Дальше. Сказки пока ещё не читали. Ещё нам подарили вот такой замечательный подарок. Вообще, это нам одна испанская семья подарила. Вообще, короче. Ладно, не буду углубляться. Но, можно сказать, совершенно незнакомые мне люди. Короче, упаковка просто шедевральна. Ну, прям. Я ахала и охала. Вот. Открываем. И здесь находится... Слышите музыку? Это Диана включила. Здесь находится круг для младенцев. Надувной круг. Вот такой круг. Вот. Вот такой круг. На шею его нужно надевать. Здесь вот такая застёжка. Есть ещё какие-то шарики здесь. Это, чтобы, наверное, ребёнку было интересно. Или зачем это, не пойму. Ну, короче, вот такой круг. Ещё к нему здесь идёт насос. И вот такие игрушечки тоже для купания. Вот такие звёздочки, жираф и далматинчик. Хотя у нас уточек полно. А это что-то уже новенькое, оригинальное. Короче, от этого подарка я была прям тоже в восторге. Правда, мы никуда не ходим. Ни в бассейн, никуда. Но, не знаю. Может, уже на море будем ходить. Посмотрим. Дитё развлекается. Да? И молодец. Умничка. Умничка моя. Умничка. В общем, мои девочки развлекаются. Это Сёня. Хотя она ногами лупит. Это пианино. Кстати, где-то с двух месяцев мы начали его использовать. Может, чуть раньше. Короче, я уже не помню, когда я видео сняла. Это после того только. И она с первого дня, кстати, научилась. Я ей просто показала, как ножками нажимать. И она как-то поняла. Вот это лупит по этим клавишам. Ай, молодец. Умничка. Короче, вот это всё я купила в H&M. Взяла вот такой комбинезончик. Это на лето. Он такой хлопковый. Такой, как лён с хлопком. Раньше стоило 15 евро. Я его купила где-то за 6. В общем, я всё на скидках взяла. А размер выбрала вот 80. Это 9-12 месяцев. Ну, я думаю, это Диана где-то к августу уже наденет его. Может, раньше. Здесь можно, в принципе, штанинки подвернуть. Посмотрим. Посмотрим, как будет. Дальше взяла вот такой костюмчик. Вот эта кофта. Ну, вернее, такой бодик. С такими вот рюшечками. И сзади идут вот штаны. Ну, это такой костюм. Штаны с таким бантиком на попе. Очень прикольные. Этот костюм взяла 74 размера. То есть, полгода, 9 месяцев. Короче, к весне у нас будет такой. Стоил 18 евро. Купила за 7,99. Вот такую кофточку нашла. Такая более осенняя. Но она на 6-9 месяцев нам к весне будет. А может, даже до следующего года. То есть, до следующей осени дойдёт. Стоила 5 евро. Купила за 2. Вообще классная такая кофта. Кажется большой. Так что, я думаю, реально к следующей осени она ещё будет нам подходить. Здесь на плече, кстати, расстёгивается. И к такой кофте я нашла вот такие прикольные башмачки. Такие лисёнки. Смотрите, какие они классные. Здесь такая подошва, как под кожу. Вряд ли это натуральная кожа. Хотя, возможно, не знаю. Короче, вот такие башмачки, как носочек с подошвой. Очень интересные. Мне показалось, что будут хорошо держаться на ножке. Но сейчас они нам большие. Я уже хотела надеть большие. Вот такие обычные шортики, типа леггинсов. Знаете, как у нас велосипедки для нас, взрослых. Вот такие розовые и белые. Ну, здесь набор был. Стоили 8 евро. Я купила за 3. Тоже взяла на лето. То есть, 9-12 месяцев. Я думаю, летом будет как раз. Такие хлопковые, обычные шортики. Вот такие вот леггинсы хлопковые взяла. Стоили они 4. Я купила за 2. Они с такого хорошего плотного хлопка. Тоже нам как раз где-то на лето. Посмотрим, когда она к ним дорастет. Я думаю, вот когда прохладненько будет. В самый раз. Еще в Эйчиндайме продается бодик такой в сердечках. Только белый в красных сердечках. Я думаю, можно взять будет. Вот эти штаны, это вообще кайф. Мне они так понравились. У нас были в этом году и зары такие. В этот раз я нашла в Эйчиндэме. И качество даже, наверное, лучше. Здесь чувствуется больше хлопка. Хотя сейчас посмотрю, что в составе идет. Говорю хлопок. А на самом деле вискоза 49%. 26% полиамид и 25% полиэстер. Но на ощупь они очень классные. Они вот как хлопковые. Но заровские они были немножко не такие. Ну эти, короче, очень классные. Я это купила на следующую зиму. Прям такие леггинсы вообще замечательные. Стоили они 13 евро. Я их купила за 7. И это взяла уже на полтора-два годика. То есть на следующую зиму. Нашла вот такую шапку. Это вообще любовь. Я как увидела ее, думаю, надо брать 100%. Диана как раз у меня не спала. Поэтому я даже ей примеряла. Пока большая. В общем, эта шапка, ну как пишут, стоила 10 евро. Я купила ее всего лишь за 3 евро. Она как раз будет на следующий год. То есть от годика до двух. Вообще такой зайка с такими ушками. Внутри хлопок. Вообще просто крутейшая шапка. Диане она очень идет. Прям мне безумно понравилась. Вот такой набор бодика взяла. Вот такие они с длинным рукавом. Короче, стоили они 20 евро. Я купила за 11. Это на 6-9 месяцев. В принципе, можно... Хотя я еще не раскрывала. Ну, короче, скоро будем уже надевать. Я посмотрю, как я не по размеру. Но H&M мне мало мерит. Что, кстати, очень здорово. 74 размер. Я уже некоторые вещи ей надеваю. Так что будут уже в ходу. Так что это нам на всю весну, я думаю, подойдет. И здесь их раз, два, три, четыре, пять. Пять бодика вообще. Ну, цена хорошая. В принципе, цена пикает же, как в праймерке. Можно купить тоже. Но в H&M качество получше. Тем более, они стоили 20, а 11 тоже как бы на скидках. А в праймерке можно купить 5 за 10. Еще дешевле. Но там тоже нормальное качество. Что лука, ведь в принципе нормально. Мы и в праймерке берем. И даже в этом Валькамп убрали. Это как Ашан. Ну, в H&M такие тоже хорошенькие. Вот такой набор футболочек взяла. Скорее, это тоже бодики такие. Стоили 10 евро. Я купила за 3,99. Здесь две вот такие футболочки. Футболочки-бодики. Такие прикольные, интересные. Тоже взяла на 9-12 месяцев. Это где-то на лето. И ткань такая интересная. Хороший, плотный, добротный хлопок. И последняя с H&M это вот такой костюм из бархата. В общем, вот такой комбинезончик. Смотрите, какие ножки. Я только увидела, кстати, зайки. Ну, я видела, может, просто уже забыла. Короче, вот такой вот Дотя. Где она играет? Такой вот комбинезончик. И к нему шла вот такая футболка. Будь здорова, зайка. Вот такая вот футболочка хлопковая. Но можно просто даже обычный бодик надевать. Ну и футболочка прикольная. Здесь такие рюшки небольшие. Короче, этот костюм стоил 18 евро. Я его взяла за 8,99. Его уже можно будет нам скоро надевать. Также купила вот такие колготы в Каррифуре. Смотрела колготки в H&M, но мне не понравились. Они все были чересчур цветастые. А эти такие однотонные. Здесь две пары. Стоили 7 евро. Это без скидок. Но просто они мне понравились по качеству. В H&M более синтетические были, как я уже сказала, более такие цветастые, разноцветные. А я не люблю, когда что-то к чему-то не подходит. Даже если это ребенок. Колготки я брала конкретно на сейчас. Ну, может, чуть-чуть будут еще великоваты. У нас колготки сейчас в ходу. Я купила одни. Первые где-то перед Новым Годом. Практически каждый день их надеваю. Плюс у нас есть такие нарядные красные. И вот такие нейтральные бежевые. Вообще супер будет. Ну, качество реально здесь классное. Мне нравится. Покупала в Carrefour. В Mango Kids я отхватила вот такую курточку классную. Причем я пришла через неделю после начала скидок. Была эта куртка. И она стоила всего лишь 15,99. Это очень дешево, как для Mango Kids. И вообще как для курточки. И она мне так понравилась. И я ее не купила. Не купила и потом ходила, жалела. Пришла через неделю. Она там висела. И я ее отхватила. В общем, я была очень довольна. Потому что она не сильно светлая. Знаете, детки падают туда-сюда. И такая мелкий цветочек. Кажется такой прикольной. Ну, короче, это как раз нам будет нам. Диане. Диане будет с года. Она родилась 1 октября. И до полтора года. Ну, в общем, такая курточка. Но я думаю, наденет она ее в первый раз где-то в ноябре. То есть, когда ей будет 13 месяцев. Где-то так. Ну, когда у нас холодает. Вот такой классный медвежонок у нас появился. Тоже подарили. Я как раз хотела такую игрушку. Вот это, знаете, как тряпочка с головой. Ланина. Это бренд у нас здесь продается. Не знаю. Может, где-то он еще продается. Но у нас здесь специализированный магазин есть недалеко от нас. Вот такой классный мишка. Диане очень нравится. Еще у нас появился вот такой именной слюнявчик. Это, кстати, ручная работа. Да, Сережина сестра вышла сама. Золотые ручки. Вообще такая прелесть. Очень красиво вышла. Такой красивый слюнячик. И здесь у нас стоит карточка. Три месяца Дианочки. Хотя уже дело близится к четырем. Ну, короче, вот так вот. Еще вот забыла. Вот такие ползунки взяла в Mango Kids. Получается, стоили они... Не знаю, сколько изначально. То ли 6, то ли больше. Но я купила за 3,99. Это органический хлопок. Сто процентный. Короче, вот такие классные ползунки. Гораздо лучше, нежели в H&M я брала. Когда еще Диана не родилась. Те гораздо тоньше. А эти поплотнее будут. И резинка хорошая. Такие, в общем, здоровские ползуночки. Тоже у нас в ходу такие вещи. В общем, вещей было подарено и куплено неимоверное количество. Конечно, не все вам показало. Есть еще много новой одежды у Дианы. Но уже потом как-то покажу. А еще из обновки у нас вот этот комбинезон. Но у нас их много. Совсем вылетела из головы показать вам еще вот такой подарок, что нам подарили. Это такие две рамочки. И можно сделать здесь слепок ножки. Ну, либо ручки, наверное. Короче, подарили достаточно давно. А я все никак не сделаю. А главное, очень хотела такую штуку, кстати. Очень хотела, но сама не купила. И так получилось, что подарили. Боже, дотя разговаривает вовсюду. Ну, надеюсь, к следующему видео я все же сделаю этот слепок. И вам уже потом покажу.